Я просто не верю. Прямо сейчас я еду на свидание с парнем, который просто копия Чимина. Просто охренеть. Да. Он должен вкусно кушать. Привет, Чонгук. Хочу сделать, знаете, такую женскую версию куклы Тихона. Всем привет. Просто я не верю, что у меня сейчас в руках есть вот это. Вот это. И вот это. Это куклы BTS от Mattel. Это та же самая фирма, которая выпускает куклы Барби, если что. Просто охренеть. Как вы знаете, недавно я была в Корее. И в Корее я посещала в том числе концерт BTS. Кстати говоря, вот эта вот футболка, это как раз мерч с концерта. И после этого концерта с одной из победительниц конкурса, которая победила в розыгрыше на концерт BTS и летела, соответственно, вместе с нами, мы гуляли по Сеулу и нашли там не кого-то, а Чонгука. Я когда увидела эту куклу, сразу сказала, что девочке ее зовут Алиса. Алиса Берии. А у нее как раз BS Чонгук, поэтому нужно было брать. Сегодня я целый день хожу с Чонгуком. Это, в общем-то, не мой Чонгук, это ее Чонгук. Она такая, ну давай я буду ходить с Чонгуком. Вот хожу с ним. Ситуация, конвейер, суши, лиса, мисо суп. Мы кормим мужика. Да. Он должен вкусно кушать. Привет, Чонгук. Иначе сил для концертов не будет. Без комментариев. Чонгук, ты смотришь на меня, я смотрю на тебя. Оно вместе было очень хорошо, я помню. Я приезжаю в Москву уже, как бы прошел целый месяц с тобой, а тоже даже больше, как я вернулась из Кореи. И я узнаю, что эти куклы поступили в продажу у нас в России на сайте Wildberries. Чтобы не быть голословным, прямо сейчас вместе зайдем и проверим Wildberries BTS. Эта кукла стоит 1800 рублей на сегодняшний день. Ну, конкретно я сейчас открыла Тихона, но никакой разницы нет, потому что все остальные стоят ровно столько же. С учетом новогодней распродажи или что сейчас происходит на Wildberries, атакуются на 2490 рублей. Вот так вот эти куклы выглядят вблизи. Кстати говоря, напишите в комментарии, кто ваш биос и кто из кукол вам больше всего нравится. Я на всякий случай прилагаю вам сюда другие фотографии, чтобы вы могли оценить, как выглядят остальные мемберы в кукольном виде. Кстати, чтобы вы не тратили время, я оставлю слог вам на Wildberries, где можно на сегодняшний день купить эти куклы в описании. Чтобы вы понимали всю степень странности происходящего, сегодня я возьму с собой на свидание. Ну, Ченгук на свидание уже со мной сегодня был. Сегодня я возьму с собой на свидание Чимина. И покажу вам, как мы будем вместе проводить время с Чимином, гоняя по холодной вечерней Москве. С Ченгуком я уже была, сегодня я попуду с Чимином. И знаешь, Чимин, ты должен быть пристегнут. Все должны быть пристегнуты. Нормально пристегнись, пожалуйста, вот так вот. Все, безопасность это важно. Я просто не верю, прямо сейчас я еду на свидание с парнем, который просто копия Чимина. Чимин, а какую музыку предпочитаешь? Может быть тебе нравится Пошлая Молли, Ольга Бузова, Филипп Киркоров. Что? Надо сказать, что это не так уж и удобно, одеваться в машине. Чимин, что ты там сидишь? Ладно, извини, что я накричала, я не хотела на тебя кричать. Не смотри на меня, дядька с собачкой. Не смотри. Это что-то только что было, было достаточно странно. Но поверьте мне, все были в восторге, все смотрели на его Чимина и думали, блин, я бы хотела себе этого Чимина. А я им такая, а-а-а, это мое. Я решила провести конкурс тоже на куклы BTS для вас. Что нужно будет сделать? Выложить свое фото с куклой BTS в свой инстаграм. Желательно, чтобы эта фотография была достаточно креативной, чтобы куклы были в каких-то интересных позах. Конечно же, под фотку нужно будет поставить хэштеги. Тан, тан, тан. И отметить меня. Фотографию победителя мы будем выбирать по хэштегу. Поэтому, если у вас есть кукла BTS, обязательно участвуйте, и у вас будет шанс выиграть еще. Сейчас я решила, что буду делать перевоплощение. Я хочу сделать перевоплощение в куклу Тихиона. Ну, я думаю, вы догадываетесь, да? Как бы просто на лице бы еще вот эту туху набить с татой, но нет. Нет. Я хочу сделать перевоплощение в Тихиона и сделать какую-то тоже интересную креативную фотку и выложить свой инстаграм. Мне очень интересно повторить его макияж. Он, мне кажется, выглядит достаточно простым, но при этом достаточно эффектным. И еще мне нужно будет сделать похожую одежду и похожие волосы. Так что, в первую очередь, я заберу свои, чтобы они не мешали делать макияж. Хочу сделать, знаете, такую женскую версию куклы Тихиона. Поэтому сейчас я пойду и сделаю себе похожую рубашку, как у него. Первый элемент у нас уже есть. Теперь нужно заняться подготовкой лица. Но перед этим надену-ка я... Мне так нравится, что эти куклы умеют стоять без каких-либо подставок и опор. Что я сейчас просто взяла, поставила эту куклу, и она прекрасно совершенно стоит. И это так здорово. Накладываем тон теперь. Нужно, чтобы кожа была идеальной. Теперь я воспользуюсь консилером, чтобы убрать все тени с моего лица. В частности, нужно закрасить скулы, потому что скулы это именно то, что в данном случае нам вообще не нужно. Поэтому максимально светлым консилером я буду их убирать. У куклы есть легкий намек на румяна и на контуринг. За счет того, что здесь есть очень много теней. Но, естественно, я это сделала уже в конце, поэтому сейчас я просто покрою мое лицо обычной самой пудрой, чтобы оно не пачкалось и не отражалось. И вообще, пудра это хорошо. Как мы видим, куклы очень широкие и прямые брови. Поэтому широкие прямые брови. Для того, чтобы их воссоздать, я воспользуюсь обычным самым карандашом для бровей и очень сильно зайду за линию роста моих собственных. Если посмотреть поближе, то можно заметить, что у куклы верхняя часть брови идет наверх, то есть с небольшим взлетом. Нижняя же часть брови полностью прямая, поэтому задача повторить точно так же. Теперь я повторяю макияж век. Как мы видим, здесь используется стандартная техника корейского макияжа, то есть акцент на стрелке, которая направлена вниз, и на то, чтобы подчеркнуть нижнее веко и как бы соединить это все воедино. Эффект тех самых щенячьих глаз. Это, в принципе, достаточно легко повторить, поэтому я уверена, что если вы сделаете то, что я сейчас вам скажу, у вас получится ровно то же самое. Ну или даже лучше на самом деле. Сначала берем самый светлый из базовых цветов и наносим на все верхнее веко. Но оттягиваем цвет не по направлению вверх, а по направлению вниз. Далее используем теплый коричневый оттенок и наносим его в уголок нашего глаза и на нижнее веко. Наносим тень на нижнее веко и соединяем с тем, что у нас было наверху. Теперь я беру скошенную кисть и по помощи скошенной кисти и темно-коричневого цвета рисую стрелку. Стрелка рисоваться... Стрелка должна быть мягкой и тоже направленной вниз. Мне кажется, что даже сейчас уже глаза получаются достаточно похожими. Но теперь, так как у куклы у нас очевидно видно, что вот здесь вот подчеркнут внутренний уголок глаза, я сделаю ровно то же самое и сделаю более эффект азиатских глаз. Хотя, конечно, азиатские глаза из моих глаз никак не сделают, но я постараюсь сделать все, что я могу. Итак, просто наношу его вот сюда вот, по водной линии и вывожу вниз совсем капельку. Ресниц практически нет, но при этом, если посмотреть на внешний уголок глаза нижнего века, тут ресницы отчетливо нарисованы. Поэтому сейчас я окрашу свои ресницы, но крашу их не по направлению вверх, а по направлению наоборот вниз. И теперь этой же самой кисточкой я прокрашиваю только вот эти вот ресницы снизу. Сначала в один слой, потом добавлю еще несколько. На губах куклы обычная коричневатая помада. Я, собственно, наношу пальцы, нарастушевываю. Мне очень нравится то, что куклы из этой серии по-разному двигаются. У них все работает, и, конечно же, то, что здесь волосы, это настоящие волосы. Они, как вы знаете, обычно бывают просто кусок пластика на лице у кукол мужского пола. Здесь же есть и волосы, и полное движение, шарнирная система. Все двигается, все можно делать с этой куклой что угодно, можно как угодно его сажать. Вообще просто красота невероятная, и это просто топово, ну просто посмотрите. И, конечно же, вот сравните наш макияж, макияж куклы и мой макияж, то, что у меня получилось поближе. Мне кажется, что получилось достаточно похоже, учитывая, что все-таки я женщина, не азиат и не кукла. И теперь, чтобы добавить еще больше сходства, я сейчас надену парик. К сожалению, у меня не было стопроцентного парика, который бы был очень похож на вот этот, то есть розового с белым. Поэтому я просто использовала мои накладные розовые трессы и подложила их под мой белый парик. И, собственно, вот какой результат у меня получился. Мне кажется, что получилось достаточно похоже. Теперь я пойду и сделаю фотографию. Выложу ее в инстаграм, и буду ждать вас, чтобы вы приняли участие в этом розыгрыше. И, конечно же, я надеюсь, что эта идея для макияжа вам понравилась. Мне кажется, получается достаточно мило. Не уверена, что это похоже на Тахиона, но мне кажется, что, как минимум, на кукольного Тахиона очень даже, в принципе, похоже. Оцените макияж в комментариях и скажите, как вам нравится или не нравится. Не забывайте написать, кто ваш бейс и кто из кукол вам понравился больше всего. Короче, снимать, в общем-то, нежелательно, поэтому я буду делать это непалевно, но, по крайней мере, я буду стараться смотреть и заценить, как вообще все выглядит. Идет еще посадка до концерта где-то минут 20. И сейчас я сижу и жду и смотрю на сцену.